приветствую вас друзья и недругие посмотрел я интервью от дмитрия гордона по поводу обмена медведчука на две сотни пленных азовцев он выдвигает собственную версию якобы президент россии руководствовался романтическими почти что мотивами и сделал вот все это ради оксаны марченко ради жены медведчука и открытым текстом гордон говорит о неких особых отношениях между оксаной и путиным не знаю при том что очень много независимых источников подтверждают самые разные тезисы которые гордон излагает в этом интервью насчет воровства медведчука и насчет сдачи им киевского подполья так называемая тем не менее мне кажется что владимир владимирыч путин это такой прагматик здесь ему предписываются очень романтические резоны мне это не кажется удивительным впрочем послушайте сами знающие люди говорят мне что у путина и у жены медведчука оксаны марченко особые отношения я пикантно скажу особые отношения да первый раз об этом говорю тоже то есть исходя из этого по большому счету путин путину медведчук не нужен объясню почему медведчук вор это человек который деньги выделенные на подрыв украины крал то есть ему выделяли рубль он тратил 30 копеек наверное остальное забирал себе то есть этот человек который не целево использовал средства для подрыва украины путин это знает конечно же так же какие многие кураторы медведчука в россии некоторые из них мы знаем находится под домашним арестом до сих пор потому что путин был в недоумении как это они же мне все говорили что мы только зайдем и все и хлеб соль и украина падет к ногам а шоу что происходит потом стало понятно что ему возводили ему показывали потемкинские деревни один из тех потемкиных это медведчук дальше медведчук давал яркие показания сбу под запись все протоколировалось и он там наговорил конечно же очень много я это знаю точно про многих и много и про путина и про российскую агентуру и так далее он рассказывал все путин это знает тоже поэтому зачем путину давайте скажем прямо нужен вор нужен человек который всех сдал и который к тому же не очень достойно с точки зрения путина себя вел вот здесь фактор оксаны марченко выходит на первый план я так считаю то есть вы думаете что медведчука вернули я вот как раз хотела спросить какая судьба ждет медведчука на ваш взгляд и вы думаете что он вернулся благодаря тому что у оксаны марченко особое отношение с путиным да я думаю в первую очередь да мне говорят ну вот путин хочет показать своим что видите своих не бросаем ну слабый аргумент я думаю что путин с ним даже не встретиться с медведчуком он ему не нужен отработанный материал интересно интересно дмитрий ильич уважаемый владимир владимирович я супруга оппозиционного украинского политика народного депутата украины виктора медведчука обращаясь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам виктор медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию российской федерации в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей многоуважаемый владимир владимирович прошу вас о помощи вы прекрасно знаете о том что судилище устроенное над виктором не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную принципиальную и открытую позицию я ксана марченко не проверю возможность справедливого суда в процессе с участием виктора медведчука понимаю что могу попытаться спасти его предложив обмен по этой причине я обратилась к родственникам сдавшихся в плен вооруженным силам россии и днр подданных великобритании эйдена эслина и шона пиннера а также к премьер-министру великобритании борису джонсону с просьбой инициировать обмен но важно и другое жизнь моего мужа также дорога мне как и жизнь тысяч узников сбу которые сейчас томятся в ее застенках людей забирают только за то что они выражают свою позицию говорят правду среди них много известных людей таких как украинский писатель ян таксюра историк александр каревин братья канонович и журналист юрий ткачев бывший депутат олег новиков депутат мариупольского горсовета владимир клеменко политический эксперт глеб ляшенко и многие многие другие я прошу вас приложить все возможные способы для освобождения этих людей и конечно моего мужа с надеждой и уважением оксана марченко